Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня буду делать стейк от Мираторга в кофейном маринаде. Я купил два вот таких кофе. Сейчас посмотрю. Я не понял, чем они отличаются, поэтому посмотрю. Наверняка разный помол. А, ну понятно, вот этот помельчик красный, а золотой покрупнее. Для разных видов кофе мы возьмем который покрупнее, чтобы он был поярче. Столовая ложка кофе, вот такого вот помол. Блин, ароматный, офигенный будет стейк. Сюда дробленого перчика. Перчика ровно столько, сколько считайте нужно, потому что он тоже ароматный, но, наверное, половину от объема кофе. Перемешиваем. Добавим сюда еще перепири. Островатый вкус даст. Соли. У меня нос прям задышал. Хорошие оливковое масло. А мало будет на два стейка. Поэтому я еще кофе. Еще дробленого перца. Получается 2 столовых ложки кофе, чайная ложка дробленого перца, пири-пири для остроты. И половина чайной ложки соли. И, наверное, 3 столовых ложки оливкового масла. На мой взгляд, это одни из самых вкусных стейков, которые можно купить в сети. И у них очень ровная толщина стейка. Поэтому, если вы хотите хороший стейк от Мираторга, выбирайте вот именно в этих упаковках. Смотрите, какое вкусное пекание. И она очень сильно похожа на стейк Нью-Йорк. Он же стрип лоин. Теперь опускаю сюда. Так, со всех сторон. Так, нужно, чтобы все-все-все покрыл маринадом. Сейчас вам покажу офигенный способ разжечь угольный гриль. Для этого понадобится салфетка. Так вот ее складываете пополам. И потом скручиваете в улитку. И наливаем вот сюда в центр растительное масло. Самое недорогое. Видите, оно воспитывается. Если забыли купить розжиг для брикетов, вот, вполне себе экологичный способ. И очень недорогой. А главное, он очень эффективный. Жарить буду на портативном гриле Weber Go Univoy. Это очень удобный гриль, который можно брать с собой в поездки и даже в самолет. Для него есть специальная сумка, в которую помещается сам гриль, стартер, уголь, немножко розжига и даже короткие инструменты. Как буду разжигать? Разжигаю всегда на нижней решетке. Сюда кладу салфеточку, пропитанную маслом. Для него есть портативный маленький стартер. Многие не знают, зачем вот эти вот штуки нужны на крышке. А эти штуки нужны, чтобы вот так вот ставить очень удобно крышку. И не надо никуда ее на землю класть на грязную. Так вот нагрели, аккуратно прикрепили. И что-то можно переворачивать или перекладывать. Смотрите, какие черненькие, вкусненькие. Сейчас я их вот сюда поставлю, чтобы не мешать. И пересыплю уголь. Маленький стартер легко переворачивается одной рукой. Я осознанно сделаю две зоны. Прямую и непрямую. Прямая будет там, где уголь лежит. А непрямая, непрямой жар будет сбоку вот здесь. Кладу решеточку и накрываю. Вот это задвижки для забора воздуха. Открываем их полностью. С этой стороны тоже самое открыто. И верхние также открываем полностью. Плюс этого гриля в том, что он компактный. Его удобно с собой таскать. Но еще он мегаэкономный. И очень быстро прогревается. Прям две минуты, и уже все. И решетка готова для жарки. Поэтому прям на прямой жар. Вот сюда выкладываю стейки. А, красота. Переворачиваем. Тут будьте очень внимательны. Главное не сжечь. Если много огня, прикройте задвижки. И огонь сам потухнет. На второй стороне уже полторы минуты жарится. Опять поверну. Потому что проблема в том, что очень много ингредиентов. Специи, кофе, перец. Быстро перевернул. И сейчас уберу на непрямой жар, чтобы дотомить его. Так, корочку дали. А, красота. Кладем на непрямой. Закрываем. Задвижку закрываем с той стороны, где нет углей. Оставляем там, где угли есть. Открыто там, где лежит мясо. Не над углями. А там, где угли, закрываем. Забирает гриль воздух там, где угли. Прогоняет наискосок там, где мясо. И тут выкидывает воздух. Прям чуть-чуть. Чтобы добавить ароматами снова. Так, прожарю. Дам отдохнуть мясо. Буквально две минуты. И с удовольствием его съем. Красиво. Мне кажется, офигенно. Ну что, Мить, как тебе? Прожарочка медиум? Отлично. Блин, и мне уже вкусно. Стейки Мираторга прям офигенные, мягкие. Можно долго говорить, плохой Мираторг или неплохой. Но если вы выбираете хорошо и смотрите, что вы покупаете, вы всегда купите хороший Мираторг, хороший Прайм Биф, хорошее рыночное мясо. Не надо покупать мясо с закрытыми глазами. Нужно его выбирать. Кстати, вот подписчик приехал. Сегодня поедет стейк в кофейной обсыпке. Пробуй. Блин. Ну, очень вкусно. И кофе не такое, как в кружке. У меня получилось. Ну, берег стейк, понятно, что он получился. Ну, да, что я сам себя хвалю. Как тебе стоит? Очень вкусный стейк. Сочный. Но кофе не чувствуется. Оно вот прям кофейного вкуса нету. Никак в стакане. Никак в стакане. Но вкус очень интересный. Очень интересное сочетание. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok